1960-е. Ленинградский педагогический институт. Профессор математики Гарольд Натансон предлагает 30-летней преподавательнице Любе целиком посвятить себя научной работе. Но она неожиданно отказывается. Любовь Лейбовна Перельман отвечает, что вышла замуж, будет работать учителем в ПТУ и на 10 лет хочет забыть о науке, потому что решила завести ребенка. 13 июня 1966 года на свет появился мальчик, которого назвали Гришей. Еще через 10 лет родилась сестра Лена. Семья жила бедно. Родители – инженеры-преподаватель, но с детства образованию детей уделяли очень много времени. Григорий учился играть на скрипке и занимался с мамой математикой. В школе мальчик был необщительным, относился ко всему очень серьезно. Мог и учителя поправить, если тот приходил на урок неподготовленным. Девочки окружали Гришу вниманием. Иногда подшучивали. Любовь Лейбовна, обучая сына, поняла – у него талант. Тогда она решила пойти к старому знакомому – профессору Натансону. Тот помог подобрать для мальчика преподавателя. Перельман пришел в математический кружок осенью 1976 года. Он был полноватым, неуклюжим и на год младше всех остальных учеников. Задачи решал в уме. Садился за парту и постукивал по столу карандашом. После потирал руки, когда решение было найдено. И тут же записывал получившийся ответ. После школы Григорий без экзаменов мог поступить в любой университет страны. Думал даже выбрать консерваторию. Очень любил играть на скрипке. Но в итоге остановился на мехмате Ленинградского госуниверситета. Его он закончил с отличием и поступил в аспирантуру Математического института имени Стеклова. В 1990 году Григорий Перельман защитил диссертацию и остался в институте старшим научным сотрудником. А два года спустя им заинтересовались в Штатах. Российского математика позвали в Нью-Йорк, чтобы он прочел курс лекций. В США Перельман задержался. Он начал работать в университете Беркли. С детства Григорий вел скромный образ жизни. В Америке, куда после падения железного занавеса все ехали за разнообразием, Перельман одевался просто, а ел только хлеб, молоко и сыр. Шесть лет спустя он решил вернуться в Санкт-Петербург. В 2000 году Математический институт Клея определил семь задач тысячелетия. За решение хотя бы одной из них назначили награду миллион долларов. Среди списка задач была гипотеза Пуанкаре. Над ее разгадкой бились лучшие математики мира. У премий был четкий порядок вручения. Решение должно быть опубликовано в научном издании. Два года отводилось научному сообществу на его проверку, а после ученому могли вручить заветный миллион. В 2002 году российский математик опубликовал в интернете под именем Гриша Перельман доказательства гипотезы. Научное сообщество эту новость приняло настороженно, смущало краткость доказательства и сложность тех публикаций, которые представил Перельман. Но все было верно. Об этом заявили три независимые группы американских ученых. Дальнейшие события стали развиваться совсем не так, как предполагали в институте Клея. Григорий Яковлевич Перельман не стал публиковать свои результаты в солидном научном журнале. Несколько раз летал в США, читал лекции о своем решении, но отказался проверять и даже смотреть объяснения, опубликованные другими математиками. У него уже было главное. Он нашел ответ. Григорий и раньше полностью отдавался науке, с коллегами в институте общался редко. На общих чаепитиях лишь ходил вокруг стола, уткнувшись в бумаге и иногда на ходу брал печенье. Но в нулевые Перельман до минимума свел контакт с внешним миром, а в 2005 году ученый ушел из института и почти полностью прекратил общение с коллегами. Квартира в питерском районе Купчино стала неприступной крепостью. Время шло, а Григорий Перельман так и не опубликовал свое доказательство гипотезы. Тогда китайские ученые напечатали работу на основе доказательств Перельмана. Однако международное научное сообщество подлог обнаружило и работу признали плагиатом. В декабре 2006 года журнал Science назвал доказательство теоремы Пуанкаре научным прорывом года. А в 2007 году Григорий Яковлевич вошел в список 100 ныне живущих гениев, которые опубликовала британская газета Daily Telegraph. И только три года спустя в квартире в Купчине раздался звонок. Институт Клея пошел наперекор принципам вручения премии и, несмотря на отсутствие публикации, признал, Григорий Перельман нашел доказательство гипотезы и должен получить миллион долларов. Российский математик подошел к телефону, вежливо поблагодарил сообщившего о награде и сказал, что в Париж за премией не полетит. Григорий долго клебался, принимать ли награду. В итоге нашел решение математического сообщества несправедливым, считал, что он добился результата не один, а опирался в том числе на работы американского ученого Гамильтона. От миллиона Перельман окончательно отказался. О том, как живет человек, который отказался от заслуженного миллиона долларов, захотел узнать весь мир. Тогда у подъезда начали дежурить журналисты, которые ждали каждого выхода ученого. Папарацци сняли видео. Григорий пошел в магазин в тонком пиджаке, старой синей шапке и изношенных ботинках. При этом финансовое положение Перельманов действительно ухудшалось. Жили только на пенсию, которую получала его мама. В 2013 году Григорию Яковлевичу предложили переехать в Швецию для работы в частной фирме. Российский математик получил визу и несколько раз вылетал на консультации. Он занялся расчетами в сфере нанотехнологий. График был свободный и Перельман мог большую часть времени проводить в Санкт-Петербурге с больной мамой, за которой ухаживал. С коллегами договорился созваниваться. После нескольких лет в Швеции заработанных средств Григорию стало хватать на скромную жизнь. Этого ему было достаточно, а шум вокруг личности ученого постепенно стихал. На его 50-летний юбилей у подъезда не было очереди из поздравляющих. Лишь знакомый режиссер, который снимает фильм об ученом, заказал оркестр. Под питерским ливнем у окон Перельмана музыканты играли классические произведения. В январе 2019 года в Фейсбуке появилась публикация «Александра Родина». Видел Перельмана в магазине «Пятерочка», в очень коротких и мятых штанах, совсем без носков на улице минус 7 и в очень странных галошах на босу ногу. С каждой неделей ученые все ближе к роковой черте. Если мы не сможем помочь сейчас, Григория Перельмана уже скоро точно не будет. Повсюду стали появляться сообщения о том, что Перельман погибает в нищете. Но, к счастью, погибать Григорий не собирался. Просто жил так же, как и всегда, не обращая внимания на бытовые мелочи. Об этой его особенности за годы молчания, конечно, многие успели забыть. Сейчас Человек-Вселенная, как он сам себя называет, продолжает жить отшельником с мамой в маленькой петербургской квартире, лишь изредка выходя за молоком и хлебом. Возможно, в том числе из-за вопросов безопасности. В конце концов, к нему приковано внимание не только российских, но и международных спецслужб. Ведь неизвестно, насколько далеко он зашел в своих открытиях и как их можно применить на практике.